Низкий поклон. Накануне Дня Медработника в адрес людей в белых халатах звучат поздравления. Награды всегда хорошие. Кто на страже здоровья? По пути бесчеловечности. Арестован обвиняемый в ДТП, в котором погиб врач Сергей Никитин. Установлено, что он находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. Эксклюзивные кадры момента аварии только на Бобруйск-360. Поддержка в комплекте. Многодетные семьи Бобруйска получат материальную помощь к 1 сентября. Находятся под опекой и приемные дети. О какой сумме речь? А также кадровый день, продовольственная безопасность и дорога истории. Уникальный музей на колесах прибудет в Беларусь 21 июня. В каких городах задержится поезд победы? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко принял кадровые решения. Министром информации назначен Марат Марков. Экс-председатель правления закрытого акционерного общества, второй национальный телеканал, в идеологической и медийной сфере, управленец опытный. Президент также дал согласие на назначение Игоря Луцкого председателем ОНТ. В работе нового министра информации Александр Лукашенко расставил все точки над «и». Что сподвигло руководителя нашего ОНТ-канала поменять профессию? Одно дело работать там, где ты уже как рыба в воде, другое дело на чиновничью работу перейти, хоть и серьезную. На самом деле, Александр Григорьевич, как вы говорите, время выбрало нас, но, наверное, сегодня время выбрало его на этой должности. То есть вы у него не спрашивая предлагаете его на заявление? Нет, мы с ним проводили собеседование, достаточно, у нас искренне были открытые разговоры, и у меня лично, и у Владимира Борисовича. Это решение было не одного дня, время было и подумать. Сегодня более авторитетного человека в информационной среде – это лучший кандидат на сегодняшний момент. А время такое, что лучший должен руководить информационный. Мират Сергеевич, так вы сами приняли решение, или все-таки вас поддавили серьезно? Присаживайтесь, что ли. Александр Григорьевич, я прекрасно понимаю, что время достаточно серьезное. Работа на телеканале выстроена за 7 лет. Ну а кто будет интервьюировать самых серьезных людей? Дело в том, что прецеденты в истории были, когда министры вели программу. Министерство – это будет твоя основная должность. Безусловно. А дальше я буду только рад, если ты будешь справляться и будешь вести свою передачу. Но не в ущерб основной работе. Пост министра труда и социальной защиты заняла Наталья Павлюченко. Среди кадровых решений также пост чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Кыргызстане, новый помощник президента по Минской области, ректор Академии управления. Заняты и некоторые должности местной вертикали власти. Прокуратурой Бобруйска санкционирована мера пресечения для обвиняемого в аварии, в которой погиб врач-мамолог Сергей Никитин. ДТП, напомним, произошло 10 июня около 21.40 на улице Ковзана. Обо всем по порядку. Кристина Ренц. С момента страшной аварии на Ковзана прошло три дня. Вместе с семьей погибшего зав. отделением лучевой диагностики онкодиспансера Сергея Никитина скорбит весь город. 13 июня прокуратурой Бобруйска избрана мера пресечения для водителя «Опеля». С учетом материалов уголовного дела, которые были мной изучены, с учетом совершенного вами преступления, мы принимаем решение о применении в отношении вас меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам фигуранта, он помнит, как садился за руль. После – только как его остановили сотрудники ГАИ. Я не помню, что наезжал на кого-то. Не хочу выдумывать ничего просто. Я не знаю. Не помню реально. Момент аварии. И что было дальше? Стерто из памяти. Вот только кадры с места ДТП. Говорят об обратном. Не моргнув глазом, 38-летний Бобруйчанин после того, как сбил Сергея Никитина, вышел из машины, осмотрелся, хладнокровно сел обратно за руль и уехал. Несмотря на разбитое стекло, призывы очевидцев остановиться. Следственный комитет просит свидетеля аварии или тех, кто его знает, обратиться по номерам, которые вы видите на своих экранах. Жуткое ДТП, напомним, произошло 10 июня, около половины 10 вечера на Ковзана. Местному жителю предъявлено обвинение по 4 части 317 статьи. Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Установлено, что он находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. При задержании в выдыхаемом воздухе было более 2 промилле алкоголя. Статья 317, часть 4 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Бесспорно факт, алкоголь очень частая причина многих неприятных последствий. Речь не только о собственном здоровье, но и о безопасности окружающих. Зачастую аварию называют несчастным случаем. Но какая может быть случайность, если нетрезвый водитель осознанно сел за руль? Сотрудники ГАИ Бобрутика на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия и профилактическую работу по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. С начала текущего года к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлечено 98 водителей. Также от управления отстранены 209 бесправных. В злополучном ДТП погиб онколог-мамолог, любящий муж, заботливый отец. Сергей Никитин безгранично ценил профессию. За 52 года он спас сотни жизней. Но его собственную оборвал беспечный, хладнокровный и бесчеловечный поступок пьяного водителя. Кристина Рьянц, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Гусеничные комбайны, выпускные вечера и Бобруйский котел. Военно-историческая реконструкция вновь перенесет в прошлое тысячи белорусов. Когда? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Белорусские гусеничные комбайны отечественного ведущего предприятия начнут собирать в России. Запуск производства будет в Приморском крае. Первую партию намерены выпустить уже в следующем году. Сейчас идет предметный разговор с китайской компанией о производстве ходовой части для этого вида сельхозтехники. Верхнюю и молотилку будут закупать в Беларуси. Беларусь обеспечит себя собственными томатами на 80-90% к 2027 году. По огурцам вопрос практически решен. Отечественными аграриями разработано развитие производства в защищенном грунте. Также важный фактор снабжения своими фруктами и овощами в зимний период – их хранение в стаб-фондах. Необходимы хранилища, которые имеют для этого условия и прошли аккредитацию в госстандарте. Военно-историческая реконструкция «Бобруйский котел» вновь перенесет в прошлое тысячи белорусов. Уже заявлено более 400 участников из 65 военно-патриотических клубов. Также в планах задействовать несколько десятков образцов техники. Кровопролитные бои на переправе возле деревни Щатково прошли 28-29 июня 1944. Событие ключевое в освобождении Беларуси в годы Великой Отечественной войны. В школах Беларуси накануне более 160 тысяч учащихся в торжественной обстановке получили на руки аттестаты зрелости. В этом году 11-е классы окончили 55 тысяч ребят, а 9-е – более 108. Выпускные вечера пройдут в Синеоке 14 июня. В Бобруйске со школы прощаются 1138 человек. Для кого-то эта ступень стала пьедесталом почета. 62 выпускника получат аттестаты особого образца с награждением золотыми и одной серебряной медалями. Уникальный музей на колесах прибудет в Беларусь. Поезд Победы посетит 23 города. Жители всех областей Беларуси и Минска ознакомятся с экспозицией. Поезд с интерактивной выставкой впервые остановится в Бресте 21 июня. Затем отправится в путешествие по крупным городам страны. Проект включает в себя 10 тематических вагонов, которые демонстрируют исторический переход от предвоенных лет к Великой Отечественной войне и Победе. Забота не на словах. Многодетным семьям Бобруйска к новому учебному году выплатят материальную помощь. Сумма единовременной выплаты к 1 сентября – 30% бюджета прожиточного минимума. Сейчас это 125 рублей. Такая финансовая поддержка предусмотрена для каждого ребенка, который обучается в учреждении общего, среднего или специального образования. Деньги выплачиваются из средств местного бюджета. В состав многодетных семей для выплат не учитываются дети, которые находятся под опекой, и приемные дети. Также не производятся выплаты детям, обучающимся в учреждениях профессионально-технического, высшего, среднеспециального образования, в которых они уже получают профессию. Выплаты в этом году начнутся с 1 августа. Для получения материальной помощи необходимо обратиться в учреждение соцзащиты. В перечне документов – паспорт, удостоверение многодетной семьи, выписка из Беларусьбанка об открытии базового счета. Герои в белых халатах. В третье воскресенье июня медицинские работники отпразднуют профессиональный праздник. Но уже сегодня в их адрес летят бесконечные слова благодарности. Отечественная система здравоохранения Бобруйска меняется и развивается. Постоянно одно – преданность выбранному делу. О тех, в чьих руках жизнь, далее. Медицинскую помощь населению города и пяти прилегающих районов оказывают пять стационарных учреждений, семь поликлиник для взрослых, три детские, три стоматологические. Консультативно-диагностическая поликлиника, станция скорой неотложной помощи, две участковые больницы. На территории района восемь амбулаторий врача, общей практики, девять фельдшерско-акушерских и пятнадцать фельдшерских здравпунктов. Достаточно серьезная, значимая команда, которая направлена на оказание качественной и доступной медицинской помощи населению города Бобруйска и Бобруйского района. День медицинского работника – всенародное признание труда тех, кто помогает людям сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь. Медиков отличает преданность своему благородному делу, доброта и милосердие. Врач – это тот человек, который всего себя посвящает людям. Это люди, которые спасают, по сути дела, нашу жизнь. Это великие люди. И без врачей, я бы сказала, никак не обойтись. В учреждениях здравоохранения нашего города трудятся 5 859 человек, 885 врачей, 2610 средних медицинских работников, 1305 – младших, больше тысячи другого персонала. В 2023-м к работе приступило 79 молодых специалистов, 25 – врачей-интернов. Коллектив – это государство, в государстве. Здесь должно работать все от мала до велика. Санитарка, медицинская сестра, врачи – они должны работать в связке, чтобы все выполнилось как положено. Накануне праздника вместо привычных белых халатов, наряды в торжественной обстановке на сцене чествуют тех, кто ежедневно спасает тысячи жизней. Город Бобруськ в материальном плане оснащения наших медицинских учреждений развивается. Мы каждый год приобретаем новейшие оборудования. Но, как я сказал, за этим новейшим оборудованием стоите вы. И вы принимаете то решение, которое необходимо для наших пациентов. В адрес преданных выбранному делу специалистов, благодарности, грамоты, дипломы – шикарные букеты. Администрация города не скупится на поздравления. Теплыми словами признательности обволакивают каждого. Награды всегда хороши. Когда тебя поздравляют, тоже всегда хорошо. Организация хорошая, приятность большая. И все ветви власти присутствовали, и все свое доброе слово сказали. Хочу поздравить всех сотрудников этой отрасли с профессиональным праздником, Днем медицинских работников. Выразить благодарность от всего населения за их нелегкий труд, отзывчивые сердца и золотые руки. Желаем счастья, здоровья, благополучия и, конечно же, крепкого семейного тыла. Впечатление очень замечательное. Я сама медицинами проработала около 40 лет. Концерт был очень замечательный. Дети умнички у нас молодцы, все понравились. Концертная программа, красочное украшение вечера, счастливые улыбки, громкие овации, нескончаемые аплодисменты вершат феерию праздника. В зале каждый медработник ощущает безграничную благодарность за ежедневный труд. Номер сотрудницы больницы имени Марзона пробирает до дрожи. В унисон пронзительным словам зажигаются яркие огни не только на телефонах, но и в сердцах. «Профессиональный праздник людей в белых халатах» – день благодарности тем, кто выбрал из тысячи профессий самую сложную, важную, нужную. Кто каждый день своими знаниями, опытом, сердцем и душой в самую трудную минуту боли и отчаяния приходит на помощь каждому из нас. Люди в белых халатах всегда готовы дарить надежду и возвращать радость жизни, так пусть же она вернется к ним во сто крат. Елизавета Липеева, Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Народное шоу возвращается. Бобруйский прошел кастинг в новый третий проект «Звездный путь». Таланты ищут по всей стране. Не стал исключением и наш город. Сцена Дворца искусств на некоторое время превратилась в студию телеканала ОНТ. Создавая это шоу, авторы проекта ставили перед собой цель доказать – «Сделано в Беларуси» – это знак качества. Наши люди показывают, что у нас очень широкая душа. Добрая, отзывчивая мы и очень талантливая. У нас Беларусь вообще поющая. Мы можем этим гордиться. Вторая попытка, да, потому что я очень хочу дойти до финала. Мне очень нравится этот проект. То есть я там уже всех знаю, все знаю, как это все происходит, как это клево, какая там обстановка, какие собираются ребята, какие продюсеры, какие мастер-классы. То есть это очень высокий уровень. Я пою с пяти лет. Для меня, наверное, кроме вокала нет, наверное, ничего. Это удивительный проект, участвуя в котором люди становятся лучше. Оно очень человечное и личное. Видимо, отсюда и рейтинги. Как и прежде, главные требования к участникам. Быть членом профсоюза и не иметь профессионального музыкального образования. Состав наставников, которые будут помогать новым талантам, останется неизменным. Этап кастингов завершится в конце июня, так что следите за развитием событий грядущего «Звездного пути-2024». Стадия принятия. Саммит Швейцарии. Последний шаг к осознанию. Что на фронте и почему контрнаступ плавно перешел в контротступ. Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!